Продолжение следует... 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 Вот опять-таки, смотрите, для того, чтобы слово звучало мягко, русский язык, он намного мягче, чем у нас раз. Почему? Мне намного проще, потому что, если кто не знает, я снялась в Украине, я родилась в Москве, у меня отец в Москве, у меня все там, у меня мама украинка, поэтому я осталась после развода родителей в Украине. Вот, соответственно, я знаю и русский, и украинский, поэтому я могу сравнивать там и там, да, поэтому украинский ближе на суд, значительно ближе. Вот, потому что у нас в Болгарском, намного ближе. У нас в болгарском The Land, да, у нас The Land, окончание, те, которые у нас связывают с русским, вот это вот форма окончания, чего нет в болгарском языке, то есть вот такие вот, да, которые изменяют слово, вот, для нас это ближе, и у нас есть буква Э. Добрый день, добрый день, да, украинский добрый день, вот, то есть немножко мне на слух было легче воспринимать, чем вам русский, то есть, да, нельзя провести параллель. Три языка, но каждый имеет такое свое, определенное своеобразие, и очень тяжело их, знаете, вычленивать. Вот, поэтому, поэтому мы слушаем Алиутина Снега, после секретаря. Итак, поехали. Дрым, дрым, дрым. Здравствуйте, компания Shadows Services. Что вы хотите? Хотите, 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 хотите. Здравствуйте, меня зовут Валентин Станчик. Я хочу, чтобы начать работу в вашей компании. Работать. Работать в вашей компании. Или я хочу получить кого, чтобы работу, или начать что делать? Работать в вашей компании. Я хочу записать час на интервью и посылать автобиографию. Поставить. Поставить? Да. Автобиографию. Еще один момент, очень важный, ребята. Автобиография – это документ, который пишется в основном тогда, когда вы устраиваетесь на работу. Вот. То есть вас уже берут, и человек хочет знать, что вы из себя представляете, да, директор. Потом в личном деле, это то, я говорю конкретно о России, об Украине, то есть здесь нет разницы. То есть вы уже взяты на работу. Человек по вашей автобиографии не будет смотреть, подходите вы ему или нет. Ему все равно, были вы замужем или нет. Есть у вас дети или нет. Ему не нужны эти данные. Когда вы устраиваетесь на работу, вы отправляете рейзу. А автобиография пишется уже тогда, когда вы оформлены просто для личного дела, чтобы начальник мог посмотреть, да, как-то спланировать ваше существование в данной компании. То есть я пришлю вам свое резюме. Резюме свое. То есть вот это вот момент. То есть если вы скажете, что я вам пришлю свою автобиографию, вы скажете, что это не дурачок какой-то. Это не 4-5 пунктов. Все. Которые вы расписываете. А вот резюме, правильное, качественно сделанное резюме сейчас на весь золото. Многие сайты предлагают шаблоны. Но они настолько убоги и настолько я от многих людей слышала, когда присылают по шаблону сделанное резюме. Это ужасно. Их просто как кандидатов не рассматривают. Поэтому есть, к сожалению, такая вот негативная практика с работой с резюме. Если будет интересно, мы с вами рассмотрим и составим, кажется, мы правильно слушаем резюме, подобранное на русском языке без ошибок. Так, чтобы у нас, знаете, по-моему, я с вами так хочу говорить. Так, да? Опять-таки, как у нас, друзья, у вас есть. Да, да. А резюме это не столько-то у нас было? Ну, это вообще он не писал, да? Нет. Нет, нет. Это автобиография, но более сжатая и выпущенные много моментов. То есть, да. То есть, автобиография, она как бы жизнь, да, семья. В резюме этого всего нет. Только ваши профессиональные навыки. Вы продаете себя. Вы себя предлагаете, вы себя продаете. Это звучит ужасно, но, к сожалению, у нас товаро-выночные, да, отношения в жизни. От них никуда не денешься. Вы себя продаете, вас покупают. Ваша задача поставить себе как можно лучшую цену. Правильно? Вот. Итак. Спасибо. Спасибо.